Организованная преступность это серьезная проблема в современной Болгарии. Она поддерживает коррупцию и тормозит экономическое развитие страны. Болгарские преступные группировки отмывают деньги, занимаются незаконным оборотом наркотиков и печатают высококачественные поддельные доллары и евро. На момент 2022 года в стране действует около 130 организованных преступных групп, многие из которых вкладывают деньги в футбол. Привет, друзья, меня зовут Алекс, вы на канале Невиданный футбол и здесь мы по-прежнему рассказываем о малоизвестных футбольных и околофутбольных историях. Как гласит одна известная болгарская поговорка, в каждой стране есть мафия, но только в Болгарии у мафии есть страна. Сегодня поговорим о том, почему президент болгарского футбольного клуба это самые опасные профессии в мире и при чем здесь российская организованная преступность, а также расскажем о самом крутом пранке в истории европейского футбола. Сегодня исследуем Болгарию. А перед тем, как начать, не забудь подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы всегда оставаться с нами на связи. Вперед! Сборная Болгарии может похвастаться вполне приличной футбольной историей. Она неплохо выступала в 60-х и 70-х годах, когда приняла участие в четырех чемпионатах мира подряд. Но настоящий успех пришел в 94-м году. Во время чемпионата мира в США мир узнал о существовании болгарского футбола. Тогда они проиграли Нигерии первый матч в группе, но затем уничтожили греков со счетом 4-0, а после сотворили сенсацию, обыграв Аргентину. Вышли в плей-офф на мексиканцев и победили их по пенальти. Когда в четвертьфинале болгары попали на Германию, даже самые отъявленные оптимисты понимали, что на этом шествие балканских львов закончено. В принципе, все к этому шло. Лотер Матеус открыл счет, но в течение трех минут болгары забили два гола и превзошли самые смелые ожидания, выйдя в полуфинал турнира. В 1-2 Болгария проиграла Италия после дубля Роберто Баджо. Единственный гол балканцев в том матче забил все тот же Стоечков, реализовавший пенальти. Кстати, он и стал лучшим бомбардиром турнира с шестью голами. Но после такого взлета последовало оглушительное падение. Одно очко из семь пропущенных мячей на чемпионате мира 98-го года и пять подряд проваленных квалификаций в финальную часть мирового первенства. Утро понедельника. Пригород Софии. Представительный мужчина садится в черный Мерседес. Неожиданно приоткрывается дверь проезжающей мимо машины, раздаются два выстрела и президент Пловдевского локомотива Александр Тасев падает с двумя пулями в голове. Христо Бонни, бывшая легенда и спортивный директор клуба, говорит в своем интервью. «Я думаю, Тасева убили по ошибке. Просто не верится, что это произошло. Он занимался чистым бизнесом. Это точно какая-то ошибка». Странный на первый взгляд некролог объяснялся очень просто. В течение последних двух лет с жизнью расстались три владельца локомотива из Пловдева. Такая вот тенденция. Похороны президента подозрительно напоминали подобные мероприятия из российских 90-х. Море дорогих черных машин, охранники и авторитетно выглядящие мужчины в темных очках. Валканская страна стала настоящей футбольной могилой во многом из-за повальной коррупции и криминального влияния в местном спорте. Поэтому неудивительно, что полуфиналисты Кубка мира 94 не выходили в финальную стадию уже 24 года, а на Евро в последние раз играли 18 лет назад. В последние годы были предприняты серьезные попытки борьбы с организованной преступностью в болгарском футболе, но она пустила такие глубокие корни, что гораздо проще взять огнемет и начать все сначала. Чтобы владеть клубом, у вас должны быть деньги. А в Болгарии, если у вас есть деньги, то, скорее всего, вам приходилось иметь дело с организованной преступностью. А там, где замешана организованная преступность, вскоре следует смерть. Локомотиву из Пловдиво, пожалуй, повезло больше, чем остальным. Но за последние 12 лет было убито 15 президентов болгарских футбольных клубов. Да, по статистике в Болгарии гораздо менее опасно быть специалистом по обезвреживанию бомб, чем руководителем футбольного клуба. Дядя Александра Тасьева, убитого президента локомотива из Пловдиво, был важной фигурой при коммунизме. Именно он помог ему основать бизнес-империю, сделавшую его одним из самых богатых людей в юго-западной Болгарии. Он начал с обмена валюты, но вскоре диверсифицировал свой бизнес. К моменту смерти он был крупнейшим экспортером вишни в Болгарии и имел интересы в бензине, обуви, вине и лесоматериалах. Бизнес Тасьева базировался в его родном городе Кюстендил, который также был центром деятельности его предшественника на посту президента локомотива Георгия Илиева. Многие подозревали Илиева в том, что он является одним из ведущих мафиозных боссов Болгарии. И хотя прямой связи между ним и Тасьевом не было, никто не верил, чтобы Тасьев мог так процветать без согласия Илиева. Борислав Болгаринов, депутат от Болгарского народного союза, заявил, убийство Тасьева является свидетельством появления новых преступных группировок, стремящихся захватить территорию. Плюс Тасьева подозревали в контрабанде наркотиков. Участие в этом бизнесе также могло стать причиной убийства. Министр внутренних дел Болгарии Румен Петков сообщил, что в 2001 году против Тасьева велось расследование в связи с незаконным экспортом газа в Сербию. Хотя в этом деле ничего так и не было доказано, он признал, что связь между Тасьевым и Илиевым была очевидной. В марте 2005 года Илиев назначил президентом локомотива Николая Попова, но вскоре он был убит двумя выстрелами в голову. А в августе этого же года, через несколько часов после выхода локомотива в первый раунд Кубка УЕФА, уже самого Илиева застрелили в ресторане на черноморском курорте «Солнечный берег». Влияние Илиева на локомотив имело и положительный эффект. Его инвестиции позволили бросить вызов большой двойке в лице ЦСКА Илевске, и в 2004 году локомотив из Пловдева впервые стал чемпионом Болгарии. Но после смерти Илиева деньги быстро закончились, и локомотиву пришлось продать своих лучших игроков. 18-летний Димитар Бербатов после тренировки направляется к своей машине. Он открывает дверь, бросает спортивную сумку на заднее сидение, но не успевает сесть за руль. Возле него резко тормозит «Мерседес». Из него выскакивают три человека, которые бросаются на Бербатова, связывают ему руки, надевают мешок на голову, сажают в машину и увозят в неизвестном направлении. По словам самого Бербатова, его привезли в частный дом недалеко от Софии. Это были представители одной из болгарских преступных группировок. Они хотели, чтобы Бербатов прямо там подписал контракт с их клубом. Поздно ночью меня отвезли в какое-то место в пригороде Софии. Приказ о похищении им дал один из главных мафиози страны. Так это работает здесь. Им просто сказали, «Привезите его», и они привезли. Там был один парень, он постоянно мне что-то внушал. А я реально боялся за свою жизнь и думал, что за дерьмо со мной происходит. Помогите мне кто-нибудь. В итоге Бербатова отпустили, и вскоре он уехал из Болгарии в Ливеркузенский Байер. Но на этом история отношений Бербатовой и болгарской мафии не закончилась. Когда он уже выступал за Манчестер Юнайтед, преступники угрожали похищением его семье и требовали полмиллиона фунтов. Тогда Алекс Фергюсон предоставил собственный самолет, чтобы эвакуировать семью Бербатовой из Софии. Игроки действующего чемпиона Болгарии футбольного клуба «Лудогорец» покидают поле в знак протеста против несправедливого судейства. В випложе стадиона за событиями наблюдает представитель на седовласый мужчина. Он напряженно растерян. Это владелец «Лудогорца» болгарский миллиардер Кирилл Домушев. В Болгарии есть много клубов, которые развиваются не в том направлении. А когда кто-то видит исправно работающий механизм, это вызывает зависть и напряжение. Я лишь хочу честного чемпионата и честной игры. Только тогда клубы будут прогрессировать, а болельщики пойдут на стадион. В северо-восточной части Болгарии находится город под названием Разград, в котором проживает около 34 тысяч человек. Здесь расположена одна из самых больших мечетей в Европе. Правда, сейчас она разрушена. Разград был домом для одноименной команды, основанной еще в 45-м году и зависшей где-то в 3-м болгарском дивизионе. В новом тысячелетии для Разграда наступили тяжелые времена. Клуб уверенно шел к банкротству. Однако группа местных предпринимателей решила спасти его, вложив немного денег и сосредоточившись на развитии молодых талантов для последующей продажи. Схема сработала, ситуация стабилизировалась, а в 2008 году владельцы команды предложили поучаствовать в проекте Кириллу Домышеву. Вместе с инвестициями в клуб пришло и новое название. Так появился Лудогорец. С поддержкой Кирилла Домышева они очень быстро поднялись в высшие дивизионы, стали любимцами болгарского криминального эстеблишмента. Доминировшие раньше ЦСКА и Левский из Софии были отодвинуты на второй план. Лудогорец дважды играл в групповой стадии Лиги чемпионов и обыгрывал ПСВ и Лацо по пути в одну восьмую Лиге Европы. Когда-то ЦСКА и Левский установили в стране гегемонию в стиле Рейнджерс и Селтика, выиграв на двоих 57 чемпионских титулов и 43 Кубка Болгарии. Но теперь обеим командам остается лишь наблюдать, как под завязку забитый легионерами Лудогорец выигрывает 10 чемпионатов в Болгарии подряд. Под самым скромным подсчетом в последние 20 лет каждый 15-й матч в двух высших болгарских лигах мог быть договорным. За этот период в Болгарии было убито более 200 человек, так или иначе связанных с футболом. Источники в американском посольстве сообщали сайту Викиликс, что им известны имена нескольких криминальных авторитетов, контролирующих болгарские футбольные клубы. Среди теневых фигур, стоящих за спиной публичных футбольных деятелей, называются имена всемирно известного торговца оружием, двух российских олигархов и нескольких местных криминальных лидеров. Вот конкретный пример. Один из самых богатых людей Болгарии, Василий Башков по прозвищу Череп, был владельцем софийского ЦСКА с 99 по 2006 год. И он же параллельно владел крупнейшей в стране букмегерской компанией под названием Еврофутбол. Вполне возможно, что все эти семь лет любой исход матча с участием ЦСКА приносил ему прибыль. В 2011 году болгарский спортивный журналист Йордан Динов написал разгромную статью о договорных матчах с указанием конкретных имен, дат и цифр. На примере странной игры между все тем же Локомотивом из Пловдива и Софийским Левски. Он также предоставил подробные доказательства того, что этот матч был договорным, а местные букмекеры отмечали особую активность ставок на победу Локомотива. Так и произошло. Локомотив забил с пенальти на 93-й минуте и выиграл 3-2. Вы можете взять любого владельца любого болгарского клуба и он будет связан с мафией. Ни одна команда не будет побеждать в местном чемпионате без согласования с ними. Все прекрасно знают, если кто-то откажется идти на контакт, он станет очередным Тасевым, Илиевым или Поповым. В общем, от него избавятся. Позже Йордан Динов собрал пресс-конференцию, на которой публично озвучил все детали. Несмотря на явные доказательства, полицейское расследование не проводилось. Обвинения не предъявлялись ни должностным лицам, ни игрокам. А для Динова история на этом не закончилась. Он был застрелен в апреле того же года во время прогулки по центру Софии. Болгарский футбольный союз недавно сообщил о новой стратегии, которая предусматривает интенсивные семинары для тренерских штабов, судей, игроков и чиновников. Но этот шаг больше похож на крик о помощи. Вряд ли это избавит болгарский футбол от коррумпированных владельцев клубов или привлечет к ответственности всех подпольных букмекеров страны. Стремление к переменам, конечно, хорошо, но только тогда, когда оно имеет под собой конкретные действия, помимо обсуждений и семинаров. Но, кажется, их не будет. Кому хочется рисковать жизнью? Вечер пятницы. За несколько дней до завершения зимнего трансферного окна, из Казани, в офис футбольного клуба Левски приходит запрос на трансфер сразу четырех ведущих футболистов. От имени болгарского футбольного клуба переговоры ведет президент Тодор Батков. Общая сумма предполагаемой сделки около 6 миллионов евро. Времени до закрытия окна очень мало. На следующий день Батков встречается с людьми, которые сделали предложение. Они вручают ему визитки с эмблемой и адресом казанского клуба. Позже в офис клуба по факсу приходит официальное предложение о покупке игроков. На этом бланке указан всего один номер телефона, причем мобильного, а не стационарного. Уже через два дня полузащитник сборной Болгарии, Живко Миланов, игрок сборной Македонии Дарко Тосевски, игрок сборной Марокко Юсеф Рабех и бразильский нападающий Зе Суарес вылетают на медицинский осмотр в Казань, который должен состояться прямо в день дерби с Софийским ЦСКА. Главный тренер Левски позже подтверждает журналистам, что эти игроки не примут участие в матче. Похоже, что Левский стал жертвой самого дерзкого пранка в истории европейского футбола. Перед субботним дерби было зафиксировано огромное количество ставок в Азии на победу армейцев, а крупнейшему азиатскому букмекеру СБО Бет даже пришлось понизить коэффициент на победу ЦСКА. Игроков, прилетевших в Казань, никто не встретил, по контактному номеру никто не отвечал. В Левске нашли альтернативные контакты Казанского Рубина, но в клубе ответили, что им ничего не известно о четырех игроках из Болгарии и никакого медицинского осмотра не запланировано. Футболисты вернулись в Софию, где их команда к тому моменту уже проиграла в дерби с ЦСКА. Левский обратился в Интерпол и Болгарский футбольный союз, но дело так никто и не расследовал. Взлет Софийского Левски пришелся на конец нулевых годов, когда долю в клубе выкупил российско-израильский предприниматель и промышленник Михаил Черной. До 2009 года ему принадлежало 20% акций клуба. При нем Левский была командой с самой сильной финансовой поддержкой в Болгарии и выиграла три титула подряд. По прибытию в Болгарию Черной стал крупной фигурой в политике, бизнесе и спорте. Он инвестировал в телекоммуникации, банки и средства массовой информации, но его самой большой силой было политическое лоббирование, которое гарантировало его компании сотовой связи MobilTel полную монополию. По словам бывшего офицера российской контрразведки Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне в 2006 году, Черной использовал Левский как дымовую завесу для своей теневой деятельности. В августе 2000 года Черной был выдворен из Болгарии с лишением права пребывания на ее территории в течение 10 лет. Национальная служба безопасности Болгарии сделала вывод, что Михаил Черной связан с международной преступностью, и что он угрожает безопасности страны. После всего произошедшего Михаил Черной был вынужден уступить свою долю в компании MobilTel израильскому предпринимателю Льву Леваеву. А в 2003 году он предпринял попытку посетить Мачлевский, но власти Болгарии отказали хозяину клуба. В конце концов Черной отказался от попытки вернуться в Болгарию и передал активы своему адвокату Тодору Баткову. У Баткова уже были налажены прочные политические связи. Например, в 2008 году на свой 50-летний юбилей он получил высшую государственную награду из рук президента страны. Однако адвокат войдет в историю болгарского спорта главным образом благодаря своим красочным интервью. После матча между Левский и Шальке 0-4 из Германии в рамках Кубка UEFA Батков сказал о рефере Майке Ралли «Этот британский пидор сломал нам всю игру». Василь Башков по прозвищу Череп, самый долгоживущий болгарский олигарх, садится в свой черный Мерседес. На его лице умиротворение, он доволен тем, как идут дела. Только что он подписал документы на право владения футбольным клубом ЦСКА София, а его букмекерская контора Еврофутбол уже несколько лет принимает ставки на спортивные события и пользуется популярностью у населения. На дворе 1999 год. Неспокойное время, поэтому за Мерседесом Башкова постоянно следует несколько гелендвагенов с вооруженной охраной. 1 апреля 2006 года, спустя 7 лет после громкой сделки по приобретению ЦСКА София, Василь Башков с трибуны наблюдает за тем, как его команда безвольно проигрывает главному конкуренту Левске. Но у Башкова нет и капли сожаления. Он и его друзья из Вип-ложи покидают стадион в приподнятом настроении. В болгарском футбольном мире давно ходят слухи, что Башков просто наживается на клубе. В том сезоне ЦСКА шел на первом месте, но растерял преимущество в 7 очков, и Левский выиграл титул. Фанаты были в ярости. Они начали протестовать против владельца клуба, а он просто взял и закрыл северную трибуну стадиона болгарской армии, на которой обычно располагались все активные фанатские группы. За время его семилетнего правления клуб не имел явных финансовых проблем и даже выиграл два чемпионата. Но Башкову не удалось построить по-настоящему великую команду, а постоянно конфликты между ним и фанатами начали разрушать клуб. После того самого матча болельщики обвинили Василия Башкова в деловых связях с врагами из Левски. Кстати, это обвинение было подтверждено с сайтом WikiLeaks, который опубликовал его переписку с боссами Левски. Достаточно взглянуть на статистику. За эти семь лет ЦСКА и Левски встречались 24 раза. У ЦСКА 13 поражений и всего три победы. В 2006 году Башков прекратил финансирование клуба. Когда бразильские звезды Лео Лима и Родриго Соуза покинули команду вслед за Башковым, выяснилось, что ЦСКА Софи по-прежнему не заплатил клубу Васко де Гамма почти 2 миллиона долларов за этих двух бразильцев. Плюс ЦСКА не выплатил зарплату и премиальные Лиме и Соузе за последние несколько месяцев. В конце 2006 года Василий Башков покинул клуб и к власти пришел новый мессия – индийский миллиардер Промот Металл. Фанаты ожидали, что в клуб придут большие деньги и пошли разговоры о том, что ЦСКА сможет стать балканским Челси. Но вскоре выяснилось, что бизнесмен просто видел в ЦСКА хороший способ наладить деловые отношения в Болгарии и что на самом деле он хотел приобрести металлургическую компанию Кремяковца. Митл только дважды посетил стадион Болгарской армии, а управлять клубом поставил местного политика Александра Томова. Несмотря на все трудности, ЦСКА выиграл чемпионат в 2008 году, но вскоре возникли серьезные проблемы. Митл никогда не инвестировал в команду и в результате у клуба накопились долги. Из-за непогашенного долга в размере 500 тысяч евро перед национальным агентством по доходам европейская лицензия ЦСКА была отозвана и в результате им не разрешили играть в Лиге чемпионов. Фанаты просто сошли с ума от этой новости. Они разгромили здание Болгарского футбольного союза. В результате этого запрета все важные игроки покинули команду и ЦСКА пришлось начать новый сезон с молодежью. Человеком, которого обвиняли в кризисе, был Александр Томов. Вскоре он ушел в отставку, а впоследствии был арестован за вывод денег из ЦСКА на подставные компании. В марте 2009 года клуб подхватили предприниматели Ива Иванов и Демитар Борисов, владельцы крупнейшей в стране компании по утилизации отходов. Они продолжили не уничтожать клуб. В последующие четыре года ЦСКА не выиграл ни одного трофея и отметился грандиозной серией подозрительных матчей. Иванов и Борисов опустошили казну клуба. Доходы от трансферов и от двух выступлений в групповом этапе Лиги Европы перекачивались на их личные банковские счета. Последующие владельцы тоже не принесли ничего хорошего. Ну а лето 2015 года стало крайне драматичным для болельщиков софийского ЦСКА. Многократный чемпион Болгарии, трехкратный полуфиналист европейских турниров не получил профессиональной лицензии и улетел в третий любительский дивизион. Фактически футбольный клуб ЦСКА Софии стал частью криминальной группы, а правительство мало что делало для пресечения их деятельности, потому что люди из Болгарского футбольного союза тоже были в теме. Болгария это член НАТО и ЕС. В принципе правовое государство, где нет сомнений в верховенстве закона. Местные политики говорят, что коррупции и мафии в Болгарии нет, а что есть только бизнесмены. Но увы, все это ирония. И звучит это все очень печально и трагикомично, потому что Болгария до сих пор находится под тенью мафии, коррупции и какой-то очень странной демократии, который больше напоминает тиранию.